Слева от нас находится мол местный, Римал-мол, но молы они в принципе везде одинаковые, поэтому в мол заезжать не будем. Поехали дальше. Смотрите, солнце уже склоняется к закату и нам надо успеть на самую главную достопримечательность Джабель-Хафид. Посмотрите, справа от нас совершенно потрясающие горы, прямо так красиво они стоят, так грандиозно все выглядит. Но это не то, куда мы едем. Нас интересует вон та гора вдали, ее слегка видно, именно туда мы и направляемся. И еще раз взгляните на горы, которые справа от нас. Похоже, да, здесь как будто они используются как какой-то карьер, может песчаный, может что-то еще добывают. Очень много грузовиков здесь ездят, самосвалы и здесь находится цементный завод. И наконец-то мы подъезжаем с вами к Джабель-Хафид. Запутаться здесь невозможно, заблудиться не получится, везде указатели. Ну и саму гору, естественно, видно издалека, поэтому ехать можно без навигатора. Посмотрите, в каком потрясающем месте мы оказались. Здесь горы, здесь зоны для барбекю, парк, там раздевалки, душевые туалеты. И вот посмотрите туда, там вот в том здании находятся горячие источники, где можно покупаться. Там должно быть два зала для мужчин, два зала для женщин. Давайте зайдем, посмотрим, попробуем искупаться. Здесь оказалось закрыто, тут идет ремонт. Ближайшие два дня сюда не будут пускать посетителей. И сказали нам проехаться чуть выше, в следующий павильон. Там тоже есть для купания горячие источники. Часы работы сегодня до полвосьмого. Мы пока сюда заходить не будем. Нам нужно успеть подняться на гору до заката. То есть мы сейчас в первую очередь заедем на гору, а уже потом, если успеем, вернемся сюда, чтобы искупаться. Мы начинаем с вами восхождение на гору по серпантинной дороге. Ограничение скорости 40 км в час. Будьте осторожны. Дорога очень извилистая и очень крутые повороты. Лучше не спешите. Не доезжая к горы, видите знак emergency parking. Не проезжайте мимо, обязательно сверните направо на этом знаке. И сейчас вы увидите, что здесь будет. Вот такой вот шикарнейший вид открывается с emergency parking. И здесь видно русло. Похоже, здесь протекала горная река. Как видите, эта дорога довольно опасная. Отбойники исчирканы все черным. И даже мы видим, что одна машина, грузовик какой-то слетел и валяется. Посмотрите на панель приборов. Мы едем со скоростью всего 40 км в час. А расход бензина довольно высокий. Порядка 20 литров на 100 км. Поэтому не езжайте на эту гору с пустым баком. Мы остановились еще на одном emergency parking, чтобы полюбоваться видом. К сожалению, тут мусор, люди насорили. Поэтому вы не берите плохой пример, а подавайте хороший пример. Никогда здесь не ссорите, а убирайте за собой. Смотрите, какой отличный вид открывается на дорогу. Вот по этой дороге мы с вами поднимались. Какая она извилистая, петляющая. Прямо как змея среди гор. И вот еще один emergency parking. Опять мы остановились, вышли. Смотрите, там вот вдалеке мы его проехали. Может, мы потом вернемся. Это Mercury Hotel. Он находится прямо здесь, на горе. Это тоже про этот отель много интересной информации в интернете. Можете сами найти, прочитать. И отсюда открывается отличный вид вдаль. Прямо видно очень хорошо. Кстати, нам сегодня очень повезло, что воздух чистый, прозрачный. Очень хорошо видно вдаль. Прямо идеальная обзорность отсюда. И словами, конечно, не передать это все. Посмотрите, мы догоняем очень отважного велосипедиста. Он на эту гору едет один на велосипеде. Как у него хватило мужества и храбрости, я удивляюсь. Если вы такой же отважный, тоже можете взять велосипед с собой и попробовать подняться на велосипеде, а не на машине. Длина дороги, по которой мы поднимаемся на гору Джабел-Хафид, составляет 11,7 километров. И она входит в десятку самых интересных дорог в мире. Мы доехали на самую высокую точку. Посмотрите, как красиво смотрятся эти горы. Прямо на сколах такой красивый цвет. Прямо такой ярко-красно-коричневый, как таракотовый что ли. Здесь растительность. И тут, похоже, кто-то живет или какой-то объект здесь. Ну вот видите, здесь забор и там какое-то здание. На нем тарелки спутниковые. Мы так и не поняли, что это такое. Но там есть табличка, что это private property. Значит, это чья-то частная собственность. Скорее всего, это чей-то такой горный дворец, наверное, какого-то из шейхов. Я не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях, что это такое. И смотрите, нам осталось последнее буквально несколько 20 метров подняться по этой лестнице. И мы попадем с вами на самую-самую высокую точку. Поднявшись на лестницу, я расстроился. Оказывается, мы с вами не на самой высокой точке. Самая высокая точка находится там, чуть дальше. Я не знаю, сможем мы с вами туда добраться или не сможем. Но давайте пока поройдемся здесь. Тут смотровая площадка. К сожалению, она не обустроена. Тут под ногами камни, довольно острые. Всего лишь одна скамеечка, какой-то сгоревший мангал. Но зато хороший вид открывается. И там видно вдалеке горы, дома внизу, дороги, пустыню. Кто-то там вышел наружу, начал писать на камнях. Но, ребята, я вам скажу, не надо этого делать, потому что тут действительно очень опасно. Гораджа Белхофит богата останками морскими. Вот всякие ракушки, планктоны. Видимо, здесь когда-то было море, и все это поднялось. И теперь это все на возвышенности. Посмотрите, какой открывается тут шикарный, прекраснейший вид. Просто это... Это просто потрясающе. Словами не описать. У подножия вершины есть кафетерий. Тут кафешка. Большая, хорошая парковка. Обустроено здесь все. Скамейки, значит, зонтики, мусорные баки. Наверное, сюда и стоит приезжать. То есть, это как конечная точка. Выше подняться, не повыше. Посмотрите, посмотрите. Вот там вот видно тропинка наверх. Там ограничение скорости 20 км в час. Но, смотрите, асфальт весь потрескался. И, похоже, там движения какие-то происходят в горах. И туда проход закрыли. Так что выше подняться мы с вами уже не сможем. Поэтому будем наслаждаться закатом отсюда. Кстати, закат будет совсем скоро. Буквально через 30 минут солнце уже сядет. Поэтому нам повезло, что мы приехали именно сюда. Именно в это время. Возле кафе есть игровые автоматы для детей. И, кстати говоря, цены в кафе не заоблачные, не кусаются. Можете взять, перекусить. Все цены довольно доступны. И видно, что солнце уже красное. Вот-вот скоро сядет за горизонт. Но мы не будем здесь дожидаться. Мы сейчас уедем уже пораньше, пока светло. Потому что дорога крутая, извилистая, опасная. Не будем рисковать. И поедем сейчас, пока еще светло. Обратите внимание, на спуск здесь одна полоса движения, а на подъем две полосы. А, давай дорогу вниз, что же мы снимаем. Как невозможно. Еще разогнаться хорошенько. Тут очень легко опаздывать, пожалуйста. Ему еще повезло, что он ниже туда не улетел. Вот, смотрите, как надо. Пешочком. С водкой, с водкой, с водкой. Спустившись с горы, мы сразу же отправились в эти горячие источники, которые находятся в Гринмун Базар. Мы заезжали сюда перед тем, как подниматься на гору. И, кстати, посмотрите, гора, она на самом деле освещается. Там столбы освещения. Очень красиво смотрится издалека ночью. И, кстати, ехать там безопасно. То есть, если вы хотите на закат понаблюдать, пожалуйста, дожидайтесь до конца, пока солнце сняет. Дождитесь, потом можете спуститься сюда. И сюда на источники вы тоже, в принципе, успеваете. Тут много времени вам не надо, чтобы здесь купаться. Температура здесь горячая. 40-41 градус. Это значительно выше, чем температура вашего тела. И снимать там внутри нельзя. Поэтому вам просто быстренько расскажу. Ну, на самом деле, это место такое на любителя. Потому что я вот вообще, например, горячую ванну не люблю. Очень плохо переношу. Я 5 минут купался, 10 минут выходил, лежал просто на полу, охлаждался. И примерно мои купания где-то чуть меньше часа заняли. Ну, на самом деле, это место будет полезно. Ну, там вот, понимаете, просто бассейн обычно, там 25 на 5 метров примерно размерами. И все. И там бьет вода снизу. То есть, это источник горячий, он подземный. Сделано здесь, ну, как бы вы не в источнике лежите, а просто в обычном бассейне. И к нему подводится подземная вода. Ну, это место, на самом деле, на любителя. Наверное, оно будет полезно тем, у кого, например, больные суставы. Или там проблемы, я не знаю, с костями какие-то. Может быть, это будет полезно. Но, опять же, я вам рекомендую настоятельно, перед тем, как сюда ехать, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Может быть, вам оно будет и вредно. Например, я сплавал от бортика до бортика, вдоль бассейна 3-4 раза. И у меня, действительно, сердце заколотилось. То есть, нагрузка на сердце довольно высокая. Если там заниматься физической активностью прямо в этой воде, то, наверное, просто можно побарахтаться, потом выйти наружу и посидеть там на полу, полежать. Опять же, оборудовано здесь как-то все не очень внутри. То есть, по-моему, на мое мнение, что не хватает? Очень не хватает массажного кабинета. Это было бы вообще шикарно. Если бы вы там искупались 5-10 минут, потом вышли, легли обомлевшим, разомлевшим телом на массажный стол и вас массируют, это было бы просто шикарно, отлично. Не хватает здесь комнаты для сна. Да, представьте себе, то есть, я вот с удовольствием бы эту комнату воспользовался. То есть, я бы покупался бы, например, минут 20-30, потом бы зашел бы и поспал бы полчасика, минут 40, и вообще бы шикарно себя чувствовал. Я сейчас вот после этого бассейна, я немножко соном себя чувствую, я бы не отказался поспать. И, наверное, не хватает еще там внутри каких-то тренажеров, таких простеньких именно тренажеров на растяжку. Например, вот у нас в мужском зале многие мужчины, они прямо на полу делали упражнения там для спины, для пресса, на растяжку. Это тоже не повредило. И еще раз напомню, здесь несколько павильонов раздельных, несколько женских павильонов, несколько мужских павильонов. Соответственно, женщины отдельно, мужчины отдельно. У каждого павильона есть свое время работы. Приходите, там внутри раздевалка. А специально для русских здесь висит предупреждение, что переодеваться только в специальных комнатах для переодевания. То есть даже если вы, мужчина, зашли в мужскую купальню, не надо там при всех переодеваться, обнажаться. То есть заходите в специальную комнату, там переодеваете, потом уже выходите в плавках, в купальных, уже выходите в бассейн. И на этом я хочу с вами попрощаться. Наша экскурсия по Алейну закончилась. Мы не посетили из того, что планировали, мы не посетили только зоопарк. Но на самом деле у нас и не было большой цели посетить зоопарк. Мы не любим зоопарки, место, где держат животных в неволе. Это нам такие места не по душе. Поэтому мы его и не будем даже туда попасть. Сейчас мы поедем обратно домой в Дубай. Ну, еще несколько слов о Болене. Если вы долгое время живете в Дубае, и вам надоело этот суета, кипиш, этот постоянно это все, везде плати, 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 все очень дорого, никуда просто так не сунешь, все зарегулировано, все очень строго, направо нельзя, налево нельзя, сюда пойдешь security, там охрана, там камера, здесь полиция. Ну, как бы в Дубае все очень ограничено, очень мало пространства на самом деле для свободного путешествия. То есть вы ходите, там для вас есть определенные места, там правительство для вас эти места как бы подготовило, продумало, и вы по этим продуманным местам сами ходите и как бы балдеете, отдыхаете. Здесь в Олене не так. Здесь все гораздо проще. И если вы склонны к тому, чтобы самостоятельно решать себе, где, куда ходить, любите исследовать новые места и какие-то незавидные уголки для себя открывать, то Олене вам вообще отлично подойдет здесь, куда хотите, туда идите. Охрана здесь минимум, полиция минимум, свободы здесь вам много. Ну, естественно, вы соблюдаете элементарные меры предосторожности за свою жизнь, за жизнь других людей, за жизнь окружающих тоже, да, не сорить, не мусорить. Это естественно, элементарные нормы приличные соблюдать тоже надо. А вот в плане, что больше здесь незавидных уголков можно открыть, больше мест посетить, и некоторые места здесь остались именно вот в нетронутом виде, еще не испорчены человеческой реставрацией. То есть они не такие искусственные, да, что ли, как в Дубае. Опять же, тот же Хилиазис, где мы с вами были, на самом деле я очень потрясен этим местом. То есть насколько все это красиво, хорошо и классно было изначально. А вот Олейный Азис, где уже рука человека вмешалась, да, все сделано красиво, все идеально, все прямо ровно, но этого нет уже, утеряна вот эта изначально многолетней давности вот эта специфика, понимаете. Вот, поэтому это мое личное мнение. Я думаю, что в Олень стоит вернуться, если бы у нас было больше времени, может быть, мы сюда приехали бы еще бы на целый день, устроили бы, может, пикник, еще что-нибудь такое. Но так как нам надо еще остальные эмираты изведать, мы хотим успеть в Фуджейру, в Рассельхейму, то, наверное, мы все с Олейном завязали, сейчас возвращаемся домой. И с вами тоже я хочу попрощаться. Вообще, кто из вас был в Олейне, напишите в комментариях, что вам здесь понравилось, где еще вы были, какие места стоит посетить. Делитесь своим опытом с подписчиками, со зрителем канала Ниндубай. Всем пока-пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok